Они знают, как уменьшить боль и вернуть к жизни пациента в критическом состоянии. Без них не обходится ни одна операция и невозможна работа ни одной больницы. 16 октября реаниматологи и анестезиологи отмечают профессиональный праздник. Именно в этот день, в 1846 году, медики впервые использовали наркоз. Об особенностях профессии и ежедневном подвиге врачей этой службы наш следующий сюжет. В то время, как хирурги работают за операционным столом, реаниматолог-анестезиолог сидит рядом с пациентом. Свою главную миссию – проведение общего наркоза – он уже выполнил. Сейчас контролирует, чтобы все проходило в штатном режиме. Сразу после операции пациент снова попадает в руки анестезиолога. Сотрудники реанимации перевозят его в свое отделение. Берут ответственность за состояние больного до тех пор, пока его жизни и здоровью ничего не будет угрожать. Реанимация оснащена современными и российскими, и зарубежными аппаратами искусственной вытиляции легких. Отделение реанимации оснащено достаточно на хорошем уровне современной сидящей аппаратурой, которая позволяет следить давление больного, температуру больного, частоту дыхательных движений, частоту пульса и сам пульс. Лет 20 назад о таком оборудовании можно было только мечтать. Врачи трудились в сложных условиях и с устаревшей техникой. Старшая медсестра Светлана Баркова знает об этом, как никто другой. Работает в отделении с 1998 года. В целом, несмотря на то, что реанимация – самая сложная структура больницы, текучки кадров здесь нет. Пациенты поступают тяжелые. Поначалу, по молодости, как я говорю, все это воспринимается очень близко к сердцу. И слезы, и какие-то бывают моменты, когда хочется уйти. Ну, с годами, как вот говорят, притираешься, привыкаешь ко всему. И уже, ну, это твоя работа. Тяжело, не тяжело, ее надо выполнять, чтобы люди выживали, чтобы люди не болели. Волею судьбы среди тех, кому пришлось помочь, оказался и бывший коллега. В прошлом заведующий травматологическим отделением Эдуард Коган недавно выписался из реанимации. Теперь может дать оценку не только как врач, но и как пациент. Так получилось. После операции я три дня был в реанимации. И первый день, понятно, был после наркоза там, где спал, где не спал. А двое суток, как на дежурстве, все смотрел. Сотрудники реанимационно-анестезиологического отделения взаимодействуют с хирургическим, онкологическим и травматологическим блоком, а также участвуют в экстренных операциях. Их труд зачастую остается за кадром. Но без них ни один хирург не возьмется за свою работу. Если сравнить больницу с человеческим организмом, то отделение анестезиологии и реанимации – это сердце. Сердце организма. Сердце останавливается, организм умирает.